Четвертого мая 1936 Четвертого мая 1936 года в помещении Киевского оперного театра проходил необычный концерт. На сцене свои таланты демонстрировали бывшие беспризорники. В первых рядах сидели руководители НКВД, сахановцы, военачальники. Основу программы составляли выступления воспитанников труд коммуны имени Дзержинского и колонии имени Горького. Концерт удался. Особенно потрясли всех в будущем всемирно известные балерины Семенова и самодеятельный духовой оркестр, исполнивший произведение Бетховена Гуно Бизе. Руководителю молодежного коллектива Антону Макаренко объявили благодарность, а также премировали месячным укладом. А спустя два месяца он написал рапорт об увольнении. Я совершенно убежден, что большинство из вас никогда об этой истории не слышало. Хотя имя Макаренко, конечно, вам известно. Кто такой Антон Макаренко? Великий советский педагог. Сейчас его имя упоминается очень редко. Можно сказать, грубее. Его выбросили на помойку вместе с многими вещами, которые достались нам от советской власти. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, он действовал под эгидой ВЧК, с другой стороны, коммунисты считали его работой очень успешной, победоносной. А как сегодня? Ведь сегодня же беспризорников почти 6 миллионов. Это почти столько же, сколько было во времена Макаренко. Только тогда нашли путь возвращения их к нормальной жизни, а сегодня мы ничего не можем с этими беспризорниками сделать. Как действовал Макаренко? После революции и гражданской войны более 7 миллионов бездомных детей оказалось под угрозой смерти от голода, холода, тифа. Борьбой с беспризорностью занялся сам Дзержинский и Всероссийская чрезвычайная комиссия. Младо этих правонарушителей и бродяжек отлавливали по вокзалам, снимали с поездов, отдавали в колонии и детские дома. В сентябре 1920 года под Полтавой был открыт детский дом номер 7 для морально дефективных детей. Заведующим назначили 32-летнего Антона Макаренко. Он был строен, собран, всегда с приподнятой головой, немного прищуренные глаза светятся добротой, походка быстрая, чеканная, легкая. Так вспоминали о нем его первые воспитанники. Сам он к себе относился значительно критично. Мой нос бог семерым нес, а мне одному достался. Невзрачная внешность повергала его в уныние. Должно быть, поэтому еще в юности он заявил, даю слово, что никогда не женюсь и не буду иметь детей. И очень долго оставался верен этому слову. Даже тогда, когда Лиза Григорович увлеклась им и его идеями, оставила своего мужа священника и работала в колонии с Макаренко столь успешно, что колонисты называли ее мамой. За спиной у Антона был учительский институт и немалый опыт работы с подростками. И хотя он духовно не принял большевиков, понимал, от сопротивления пользы не будет. Мы все погибнем. Необходимо приспосабливаться к новой жизни. Это назначение он принял с радостью. Ему казалось, что он на своем месте, он знает, как воспитать нового человека. Все его идеи рассыпались, как только он прибыл в колонию и увидел не маленьких детей, а великовозрастных хулиганов и просто бывших бандитов. Они сознательно занижали возраст, чтобы не попасть под расстрельную статью за бандитизм. В колонии процветали воровство, драки, побеги, издевательства старших надбладшими, вранье и хамство. Как справиться с этой вольницей? Как найти путь к их сердцам? Перечитал столько педагогической литературы, сколько не читал за всю жизнь. Но ни один трактат не дает ответа. И вообще, вся эта дореволюционная педагогика просто вековечное шарлатанство. Пока ясно только одно. Для начала необходима жесткая дисциплина. Так появились звенья, отряды, собственные знамени. И он сам из воспитателя, учителя превратился в командира. Опыт военного воспитания у него уже был. Дело в том, что в 17-м году Макаренко работал инспектором Крюковского училища. Тогда он предложил место преподавателя брату Виталию, вышедшему в отставку после ранения. Рассказами о сражениях и подвигах вчерашний офицер сразу протарил путь к сердцу ребят. Какой мальчишка не мечтает стать героем. И вскоре он ввел в занятия военные элементы. Ребята с восторгом маршировали под звуки труп своего же оркестра под командованием кумира Виталия Макаренко. Тогда Антон эти методы воспитания категорически не принимал. Он не раз гневно заявлял брату «Я не хочу здесь заводить казарму». Но результаты были настолько очевидны, что старший Макаренко сдался. И не просто сдался, а сам принимал в этом активное участие. И вот сейчас, спустя три года, он снова вернулся к опыту тех лет. Революция разбросала братьев Макаренко. Один строил социализм в России, другой учился выживать в эмиграции. До поры они вели оживленную переписку. Виталий был в курсе всех событий в колонии и поддерживал брата советами. Но Антон старался не упоминать о брате-билогвардейцах. Это еще не было опасно для жизни, но уже могло вызвать серьезные неприятности. А что же беспризорники? Макаренко видел, они стали меняться, подтягиваться. И здесь, в полтавской колонии, Антон окружал себя талантливыми людьми. Один из них, воспитатель Терский, увлек ребят идеей вечного двигателя. Не беда, что все знают, что его сделать невозможно. Ну, пускай попробуют. Может, кто-то и сделает. И вскоре сам начинает верить. И сам же вводит в колонии совершенно невероятное правило. Старшим колонистам запрещается пользоваться лестничными перилами, зато младшим разрешается по ним съезжать. Где вы такое видели? Он был гораст на выдумке, розыгрыше, затее. И не только в педагогике. Как-то в колонии появилась новая сотрудница Ольга Раковича. Молодая, красивая, она вместе с колонистами участвовала в спектаклях. Под видом деловых записок Макаренко отправляла ей так называемые секретки. Мое неласковое солнышко. Я интересуюсь не только кредитами в госбанке. Мне гораздо интереснее знать, свободен ли у вас вечер. Можно пойти в оперетку, синему, ресторацию. Увы, отклика в ее душе он не нашел. А вот души ребят постепенно оттаивали. Тогда он делает вывод, чтобы воспитанники почувствовали себя полноценными членами общества. Им никогда нельзя напоминать о прошлом. И он отказался принимать личные дела колонистов. Воспитание начиналось с чистого листа. Никаких правонарушителей нет, а есть люди, попавшие в бедственное положение. Если бы я в детстве попал в такое положение, я бы тоже стал таким же, как и они. Конечно, это было важное открытие из области психологии. Трудовая колония имени Горького, или, как говорил сам Макаренко, трудовое сообщество. И никаких дефективных. Наша колония представляла собой свободное объединение людей. Здесь никого не заставляли жить насильно. Никаких решеток. Хочешь жить здесь? Оставайся. Но подчиняйся законам. Продолжение следует... Надо заботиться о пище для ребят. Надо их одевать, надо иметь уголь. Для тебя мои мелочи будут неинтересны. Виталий Макаренко, получив отчет брата, назвал Горьковскую колонию гибридом небольшого помещащего хозяйства и кадетского корпуса. Чего еще надо? При таких хороших помощниках, как бывший царский офицер Владимир Весич и агроном Николай Ферре, живи и радуйся. У ворот очередь без призорников. Все хотят к Макаренко. Это ли не успех? Это ли не реальная помощь стране и революции? Макаренко не останавливается. На заработанные деньги приобретает суперсовременные станки, чтобы колонисты могли расти и совершенствоваться, учиться и гордиться сделанными и отвечать за результаты своего труда. Наверное, это и есть то, что когда-то называли коротким словом честь. Такое не могло понравиться. Когда Макаренко выйдет с докладом о своих открытиях и программах на съезд учителей, его осудят чуть ли не как врага народа. Не открыто, конечно, в подметных письмах. С глубокой печалью и удивлением мы услышали сегодня призыв к воспитанию чувства чести. Советская общественность не примиряется с тем, что напоминает нам офицерские привилегии, погоны и мундиры. К нам приводят запущенного парня. Я делаю из него человека. Я поднимаю в нем веру в себя. Говорю ему о человеческой рабочей чести. Но оказывается, все это ересь. Нужно воспитывать классовое самосознание, то есть научить трепать языком по тексту учебника политграмоты. Что делать? Как объяснить чиновникам, что его методы работают? А что есть написать Горькому? Он поймет, поможет. Горький приехал в колонию и был восхищен успехами ребят. Но поздно. Доносы уже сделали свое дело. В конце 28-го Макаренко вынужден уволиться с должности заведующего колонии. Его творческий опыт признан антисоветским с издевательской оговоркой. Результаты хорошие, но методы никуда не годятся. Я всегда честно пытался разобраться в теории воспитания коммунистической личности. Но с первых же ее строчек у меня разжижались мозги. Ни один человек не знает, какой это исключительный трюк. Один день позаведовать колонией Горького. А этот трюк продолжается 8 лет. Он был раздавлен непониманиями и откровенной подлостью коллег. И чтобы больше не иметь дела с наркопросом, перевелся в только что созданную чекистами коммуну под Харьковом. На новом месте новый директор начинает смелый эксперимент. Он перенес сюда опыт колонии Горького, но в 10 раз выше поднял планку программы. При заводе были созданы большой чертежный цех, конструкторское бюро. Бывшие дети улиц учились работать не только руками, но и головой. Осваивали сложные профессии под руководством опытнейших специалистов. Но главное, работа на производстве и учеба в школе открывали дорогу в ВУЗ. Какой детский дом в 30-х годах мог позволить себе такое? Вскоре колонистам доверили делать первые в России электроинструменты для производства военных самолетов. Этот заказ до недавнего времени оставался в числе совершенно секретных. Но настоящую известность кому не принес фотоаппарат ФЭТ? Феликс Эдмунд Дзержинский. Так назвали колонисты свой аналог немецкой лейки. Сегодня такому уровню сложности соответствует завод оригинальных компьютеров. Посыпались заказы. У колонии появились свои деньги. Но это очень раздражало поборников бескорыстной коммунистической морали. Крупская раскритиковала в пухе прах опыт Макаренко. Но может именно ее ненависть и спасла его от немедленной расправы. Сталину нравилось, что кто-то досаждает Крупской. Читали комсомольскую правду от 17 мая. Как меня Крупская разделала. Я начинаю приходить в восторг. Шельмование во всесоюзном масштабе. Мне это надоело. Они добьются таки того, что меня посадят просто так, за здорово живешь. Просто потому, что я не хочу кланяться всяким сумасшедшим. Так писал он Галине Салько. А это не кто-нибудь. Инспектор наркомпроса. Приехала с проверкой и буквально сразила Антона Семеновича. А вскоре пришла в колонию с чемоданчиками и сказала, мы с Макаренко любим друг друга и я остаюсь здесь. И стала самой настоящей женой. А преданной подруге Макаренко Лизе Григорович пришлось уехать. А тем временем успехи Макаренко не давали покоя чиновникам. И вскоре назначили новое правление коммуны, которое решило превратить ее в государственный производственный комплекс, а коммунаров в наемных рабочих. Это перечеркивало весь смысл системы трудового воспитания Макаренко с его хозяйской самостоятельностью и самоокупаемостью. Коммуну Дзержинского буду бросать. Да, тут меня надолго не хватит, тут меня потребят, пожалуй, до конца. И он в отчаянии направляет в правление коммуны резкое письмо. Второй раз у меня отбирают работу из рук. Первый раз в колонии Горького в 27-м году, когда наркомпросовские дамы испугались командира, и второй раз сейчас, когда кому-то захотелось употребить и дисциплину, и культуру, и мощь нашего коллектива для производственного марафета. Мы здесь не фотоаппараты делаем, а людей. Острое разногласие с правлением коммуны приводит к тому, что Макаренко в январе 32-го оставляет коммуну и уезжает в Москву в поисках работы. И только в апреле возвращается в Харьков и соглашается работать. Но его понижают в должности до помощника начальника коммуны по педагогической части. Участились доносы, в методе воспитания стали находить много белогвардейских штучек, стали копаться в биографии и выяснили, что советский педагог переписывается с братами-мигрантами. По настоянию жены Макаренко связь с Виталием оборвал. Тогда у нее и случился первый сильный сердечный приступ. Однако были люди, способные оценить подвиг Макаренко, в их числе нарко-внутренних дел Всеволод Балицкий. Он первым понял, что над Макаренко нависла вполне реальная угроза ареста. И он перевел опального педагога в Киев. Именно здесь, в Киеве, Макаренко решает еще раз доказать свою правоту. При этом он еще выше поднимает планку. Киевские коммунары в восторге. Они будут строить настоящий самолет. Но этого не случилось. Учреждение закрыли, а Макаренко перевели в главное управление НКВД Украины. Это был страшный удар. Его оторвали от конкретной воспитательной работы. «Работа у меня сейчас бюрократическая. Для меня непривычная и неприятная. По хлопцам страшно скучаю». Писал он горько. Он многое изменил в работе колонии в те годы. Вопреки усилению карательного уклона в деятельности НКВД, он упраздняет карцеры, снимает охрану, пытается культивировать колонистскую самодеятельность и ввести самоуправление. Но это шло буквально в разрез позиций политики вождей. Почему этих мерзавцев не расстрелять? Неужели нужно ждать, пока не вырастут еще больших разбойников? Писал Ворошилов 19 марта 1935 года Сталину, Молотову и Калинину. И в результате было принято постановление, по которому уголовная ответственность за отдельные виды преступлений распространялась уже и на 12-летних. Макаренко был возмущен. А как же его опыт по их перевоспитанию? Тогда он воспринимался властью скорее как казус, а не как открытие. В 1936 году Макаренко выступает в Высшем Коммунистическом Институте Просвещения. Он делает еще одну попытку доказать, что только от воспитания зависит будущее маленького человека. Ранние правонарушения и беспризорность возникают только в буржуазном обществе. При социализме это временно, наследие гражданской войны. В нормальных условиях исчезнет и беспризорность. Он говорил, убеждал, но, увы, его так и не услышали. И ему вдруг стало страшно. Он понял, что с этой махиной не справиться. Неожиданно для себя и окружающих он идет на компромисс с собственной совестью. Вопреки всему, что писал или говорил ранее о мракобесии, на выпускном вечере в своей бывшей коммуне Макаренко заявляет. Все мы работаем под руководством партии товарища Сталина. И если даже товарищ Сталин сделает тысячу ошибок, мы все равно должны идти за товарищем Сталиным. Это была его последняя попытка приспособиться к системе. Увы, бесполезная. В сентябре 36-го в адрес порткома НКВД поступил политический донос на Макаренко, в котором его обвинили в критике Сталина и поддержке оппортунистов. Донос пришел из его коммуны имени Дзержинского. И если бы не вступился Балицкий, его бы арестовали. На доносе уже стояла резолюция. Это контрреволюционер. Вскоре сам Балицкий был арестован и расстрелян. Дольше оставаться в системе НКВД Макаренко не мог. И он пишет рапорт. В 31 год я работал непосредственно с детьми. И я не имею никакого опыта работы в административном аппарате. Польза, приносимая мною здесь, ничтожна. Прошу освободить меня от должности. Готов оказывать всяческую помощь в качестве консультанта. Это была роковая ошибка. Из органов так просто не увольнялись. Он выпал из системы, и система должна была его уничтожить. Сбежав в Москву, сначала он живет по квартирам знакомых, затем снимает дачу. Казалось, была сего давняя мечта стать писателем. В 35-м вышла в свет его педагогическая поэта. Выпущенная небольшим тиражом, она быстро исчезла с прилавков. Но страна успела узнать имя НКВД Макаренко. Человека, который нашел путь борьбы с беспризорщиной. Буквально тут же книгу перевели на все главные языки мира. И она, под названием «Путевка в жизнь», по сей день остается пособием всех педагогов мира, и занимающихся трудными детьми. Сам Макаренко так писал в своем первом писательском опыте. Это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее представляется мне чем-то священным. Еще бы он писал ее долгие годы, ночами. Он вложил в нее весь опыт, душу, сердце. Здесь были и боль, и отчаяние от первых неудач, и радость побед. Он думал, что теперь-то все прочтут книгу и поймут, как он был прав. И вдруг приговор критиков из наркомпроса. Это поэма антипедагогическая, антимарксистская. А он так мечтал после триумфальной публикации вернуться к воспитательной работе, от которой его несправедливо отлучили. Друзья даже смогли передать его просьбу самому вождю. Но Сталин лишь ответил. Пусть Макаренко пишет свои сказки. И он пишет, еще надеясь. Но маховик травли уже не остановить. В 1936-м выходит его книга для родителей о следе рецензии. Вредные советы родителям о воспитании детей. Та же судьба ждала его роман Флагина «Башня». И тогда он понял, будущего у него нет. В тот день у входа в белорусский вокзал стоял черный автомобиль. Двое людей в штатском напряженно усматривались толпу. Время шло, но человек, которого ждали из вагона, так и не вышел. На станции Голицын, в Белорусско-Балтийской железной дороге, в его сердце, в котором было столько любви, как яблоко расковалось на две части. Он успел только сказать, «Я писатель Макаренко». Его хоронили на Новодевичьем кладбище. Официальных лиц не было. Чиновники от Просвещения словно не заметили смерти человека, которого через несколько лет они же назначат классиком советской педагогики. Удивительный вы, человечище! И как раз из таких, в каких Русь нуждается. Ну, как вы считаете, прав великий пролетарский писатель? Макаренко нужен нам сегодня особенно. Особенно потому, что число беспризорников, я повторюсь, достигает тех самых цифр, с которых начинал когда-то Макаренко. И если те люди, которые руководят этой работой, считают, что Макаренко не по нашему уровню сегодняшнему, и слова Горького их не убеждают, то пусть обратятся к опыту Запада. Ведь там, на Западе, Макаренко до сих пор авторитет. До сих пор его книги переиздаются и считаются крайне нужными для всей той работы, которая происходит с не очень благополучными молодыми людьми. Макаренко